За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радуга Повенчает берега Над тобой светлою судьбой Нежной, как любовь Стану радугой Я прошу вас прощения за все происходящее, но моему отцу верить нельзя Потому что он болен Давно и очень серьезно У Алексея Борисовича старческая слабоумие Пошла вон Слабоумие? Это моя пресс-конференция Это пресс-конференция сумасшедшего И у меня есть медицинское доказательство его диагноза Этот человек через пять минут может все забыть, что он говорил И больше никогда не вспомнить О пресс-конференции устроили те, кто им манипулирует Правда, пап? Дрянь Какой же я породил дрянь Господи, прости Отец, что происходит? Человеку стало плохо, разве не видишь? В таком возрасте это обычное дело Отец Алексей Потерпи немного Потерпи, я уже доктора вызвала Не говори ничего Я Хочу попрощаться Мне пора На покой Прости Прости меня Если что не так Тихо Все Меня простите А у Женьки Я Лично попрошу Скоро 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 Папочка 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 Прости меня Папочка Папочка Не прыщай У Олигарха Кумачева случился сердечный приступ Позже он скончался у себя дома Во время пресс конференции он сделал громкое заявление О том, что деньги с его тайного иностранного фонда были присвоены бизнесменам Семеном Хвановым. Вскрытие показало, что причиной смерти Алексея Кумачева является сердечная недостаточность. Полиция позвонила доктору, который оперировал Кумачева, и в настоящее время его допрашивают. Только что нам стало известно, что врач утверждает, что причиной смерти Кумачева является неисправность сердечного стимулятора. Семен Хван прокомментировал обвинения покойного Кумачева и назвал их безосновательными. Также бизнесмен заявил о готовности сотрудничества с полицией в расследовании этого инцидента. Заказное письмо на твое имя. Спасибо. Ты, когда будешь смотреть эту запись, я, наверное, уже закончу пресс-конференцию, и меня арестуют вместе с Хваном. Первое, что я хочу сделать, это попросить у тебя прощения. Прости меня за то, что случилось с твоей семьей, за смерть отца. Я скоро умру, Женька. Береги, Инну. У нее есть билеты в Новую Зеландию. Доктор Экер скоро присоединится к вам, так что за здоровье девочки ты можешь не переживать. Ты знаешь, я... И вот так возвращаясь назад, вспоминаю... А ты любила ее больше, чем я. Я струсил очередной раз. Ну, это, как говорится, все лирика. В общем, прощайте. Будьте счастливы. В тот день у Камилы была справка от врача. Как ты думаешь, откуда она взяла ее? Не знаю. Улечить его врача, может? Ну, Кумачев вскрыл свою болезнь. Думаешь, он бы не предупредил врача? Ну, тогда я не знаю. Может, Камила его подкупила. Да. Или не Камила. Смотри. На пресс-конференции Кумачев сознался в преступлении и обвинил Хвана. В краж денег. Сказал, что предоставит доказательства. А потом, бац. И сердечный приступ. Не остался бы в живых, если бы не сломавшийся сердечный стимулятор. Странная цепочка совпадений, да? Которая очень выгодна Камиле и Хвану. Ты думаешь, Хван все каким-то образом подстроил? Да я уверен. Его собираются похоронить. Уже матери Камила. Такой была его воля. Чушь это все. Его должны похоронить возле моей матери. Оля, почему ты молчишь? Я не успела. Я не успела ему сказать, что он скоро станет дедушкой. Я ничего не принесла в его жизнь, кроме неприятностей. Он даже не успел подержать волками рука. Оля, пожалуйста, не нервничай, Оля. Тебе нельзя нервничать. Спокойся, пожалуйста. Куда? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует... 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 Будь счастлива. Еще раз спасибо за то, что ты была в моей жизни. Да, Алексей Борисович просил держать в секрете информацию о его болезни, и я не мог не пойти ему навстречу. Почему же вы выдали эту справку Камиле? Ну, потому что она его дочь. И потом она прекрасно знала о болезни отца, и когда она пришла... Она была единственной, кто навещал вас? Погодите, а что вы имеете в виду? Какой осмотр проходил в тот день Кумачев? Да ничего особенного. Это обыкновенная врачебная проверка. Послушайте, я это все уже рассказывал господам полицейским. Я не хочу это все рассказывать. У него сломался кардиостимулятор, и вскрытие это подтвердило. Когда вы проводили процедуру, вы проверяли состояние его стимулятора? Послушайте, уважаемый мой, это совершенно другая врачебная процедура, понимаете? И я прошу меня извинить, у меня совершенно мало времени, пожалуйста, да? У меня еще больные. Извините. Извините, я ищу медсестру, которая присутствовала, когда Алексей и Кумачеву провели экспертизу кровеносных сосудов. Это я. Я адвокат жены господина Кумачева. Я хотел бы узнать, как проходила процедура? Обычно. Во время процедуры пациента подвергают наркозу? Ну, в обычном понимании нет. Что значит в обычном понимании? При этой процедуре используется не наркоз, а не наркотический и медикаментозный сон. Пациент просыпается сам через 15-20 минут, при этом не испытывая никаких последствий. Такие процедуры делаются даже детям. Проверяли ли во время процедуры его сердечный стимулятор? Нет, зачем? Это совершенно другая процедура. КОНЕЦ Хлеша, прости. Прости. Я сделал это не за пресс-конференцию. Я это сделал из милосердия. Невыносимо было бы видеть тебя в овощи, не узнающим никого. Это мой последний подарок тебе. Мой старый друг. Ты мой старый враг. Отец. Оплакиваешь Кумачева. Разве ты этого не хотел? Я потерял часть себе. Когда-нибудь ты это поймешь. Когда доживешь до моих лет. Куда ты так вырядился? Сегодня огласят завещание Кумачева. Я буду сопровождать Камил. Камил, мы должны идти. Там, наверное, все собрались. Я не могу. Боишься? Как бы то ни было, ты его дочь. Он мог оставить завещание для тебя. Мне не нужны его деньги. Я знаю. Вы должны идти. Фонд Кумачеву и галерея будут переданы некоммерческой организацией. Тамаре Горской и Юрию Шокину передан земельный участок недалеко от этого поместья. Что же касается этого дома? Имущество Алексея Борисовича оставил их своей дочери Ольге и ее мужу. А что же он оставил мне? Своему старшему единственному сыну. Кроме того, все мои личные активы, такие как наличные деньги, акции и недвижимость, будут переданы моей жене Инне, где бы она ни была и с кем бы ни жила. Я хочу, чтобы было ясно, что все это принадлежит только ей. Он все оставил ей. Что за фигня? По закону, жене полагается половина. Остальная половина должна быть поровну поделена между братом и сестрой. Вы подождите, я еще не закончил. Что-то мы заканчивать, а? Я не уверен, что Илья сумеет потратить оставленные ему активы с умом, поэтому я оставляю его под опекой Максима Босякова, мужа Ольги. Если в течение последующих десяти лет мой сын докажет свою вменяемость и благонадежность, половина дома и имущества будет переданы ему во владение. Однако опекун имеет право лишить его всего, если сочтет, что мой сын ведет себя недостойно. Да. Старик перед смертью совсем с ума сошел. Что значит, опекун? Это что? Идиот вот этот, да? Тихо ты. Ты можешь вообще ничего не получить, если будешь продолжать в том же духе. Максим, прости его, пожалуйста, просто он перенервничал. Камила, это то, что Алексей Борисович оставил вам. Это принадлежало вашей матери. Я собираюсь оспорить это завещание. Я тоже. Оно написано больным человеком, под давлением вот этой вот особы, и не имеет никакой юридической силы. Подождите. Это завещание было заверено нотариально. При этом присутствовал врач, который подтвердил, что Алексей Борисович находился в полном сознании и в здравом уме. Фигня это все. Я буду обращаться в суд. Как же тебе хочется папиных денег? Сначала убила его, а теперь... Да мне наплевать на наследство. Ну, чего же ты хочешь? Инна несправедливо все получает. Если кто и заслуживает всего этого наследства, то это ты. Так хватит. Хватит. Посмотрите на себя. Стервятники. Уважайте, пожалуйста, закон и волю умершего. Что вы за семья такая, если вы перессорились из-за денег над свежей могилой? Ну... К черту эту семейку. У нас достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Просто забудь о их существовании. Забыть у вас ничего не получится. Я подам на тебя в суд, а Юра выступит свидетелем. Что? Это последняя воля твоего отца. Тебе что, денег мало? Решила мстить до победного конца? Все деньги, которые я получила, останутся в фонде Кумачева в семье. Ну, посмотри. Я не мщу тебе. Я хочу справедливости. Это твой последний шанс признаться. Ты знаешь, кто допрашивал, братчик Кумачева? Прокурор Ливанов. Ливанов, Ливанов. Это бывший друг, да? И подчиненный Хвана. Да. Я также поговорил со следователями, но они были очень заняты, только твердили, что в сердечный стимулятор сломался. Есть еще одна странность. Врача, который проводил вскрытие, найти не могут. Ясно, без хвана здесь сто процентов не обошлось. Женя, никак не угомониться? Ты думаешь, что он что-то подозревает, да? Будь осторожен. Если тебя обвинят в убийстве, я не смогу помочь. Ты зачем пришел? Надо поговорить. Один репортер начал ссывать нос в эту историю. Кто? Его зовут Сергей Новин. Он работал в вашей газете когда-то. Вы его помните? Откуда мне помнить какого-то репортера? Наверное, он имеет какое-то отношение к Жене? Вы только посмотрите, кто пришел. Давненько не виделись. Вы должны знать, что если со мной кто-то случится, в полиции знает, кто в этом виноват. Ну, зачем же такие предостережения? Вы отправили меня к Кулачеву, чтобы он меня убил? Такого было условия сделки. Его стимулятор тоже вы сломали. Ты что же, приходишь в мой дом и обвиняешь меня в убийстве? Да нет, отнюдь я хочу сказать спасибо за то, что вы избавили меня от соперника. Это суть ее не меняет. Следи за словами, мальчик. Случайно сказанное слово выкорачивает и жизнь. Вам тоже не стоит угрожать всем подряд. Ведь кто-то может и ответить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Я не могу спать. Кумачев мучил меня, когда был жив. Сейчас, когда он умер, все стало еще хуже. Я хочу простить Камилу. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что я давила на нее. Потому что хотела, чтобы она призналась сама. Но она не хочет этого. А я мстить больше не хочу. Месть толкает тебя на темную сторону. Это тебе решать. Это бой, который я должен продолжить. Слушай, мы столько времени потеряли с тобой за борьбу с Кумачевым. Давай просто бросим все. Возьмем Милу и уедем. Мы уедем, но немного позже. Я привык давать эти дела до конца. Здравствуй, Женя. Привет. Зачем звонил? Хотел поговорить про твоего отца. А что говорить? Ты хотел ему отомстить, он умер. Радуйся. Вы же не думаете, что его смерть – это случайность? А ты разве не знаешь? Стимулятор сломался. Или был сломан. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, Хвану была выгодна смерть Кумачева. Ты снова решил со мной поиграть. Я больше не хочу это слышать. Канил, я почти в этом уверен. У тебя есть доказательства. Инна. Что вы здесь делаете? А я за что, потому что переживал за вас? Ухрана прошли благополучно? Я очень сомневаюсь, что вы пришли сюда просто спросить об этом. Вы очень умная. С вами нелегко тягаться. Я знаю, что Камила толкнула вашу дочь и хотела, чтобы я помог ей выпутаться из этой истории. Но я не собираюсь этого делать. Почему же? Она же ваша навестка. Поэтому она должна ответить за покушение на убийство ребенка. Вы плохо по мне думаете. Ну, как есть. Тем не менее, я хочу вас заверить, что я полностью на вашей стороне. Зачем вам это нужно? Я получил деньги, которые мне обещал Кумачев. В свою очередь, я обещал не причинять вам вреда. Но я хочу пойти дальше. Вы считаете это моим капризом. Не хочу, чтобы вы ответили любезностью на мою любезность. Передайте Жене, если он будет по-прежнему рыскать вокруг. Я могу изменить свои отношения к нему и к вам тоже. Это ты. Это ты убил Кумачева. Если ты действительно... дочь своего отца, ты поможешь мне отыскать доказательства. Амила смотрела видеорегистратор? Да. Ты стер запись той ночи, когда мы ездили? В больнице с Кумачевым. Да. Хорошо, можешь идти. Алло, Жень. Госпожа Кумачева, вы арестованы по подозрению в убийстве вашего мужа. Пройдемте. Что? Инна! Инна! Что здесь происходит? Я из прокуратуры. Госпожа Кумачева подозревается в убийстве господина Кумачева. Юра, свяжись, пожалуйста, с адвокатом. А он сейчас за границей. Это письмо доктор сам отправил нам. Он признался в своем преступлении и указал вас в качестве заказчика. Ну, это клевета. Я не знаю, зачем он это сделал, но это клевета. У нас есть и другие доказательства. В тот день, когда господину Кумачеву поставили диагноз деменция, разве вы не были в кабинете его доктора? У нас есть запись с камеры наблюдения. Ну, так и что? Тогда вы узнали, что у Кумачева слабоумие. Ну, почему вы не рассказали об этом остальным членам семьи? Потому что Кумачев не хотел, чтобы его семья... Нет! Вы специально скрыли это и стали наследницей Кумачева. Нет. Но это выглядит именно так. Пользуясь его недугом, вы заставили его переписать завещание в свою пользу, а потом убили. Да его завещание уже было заверено нотариусом. И нотариус говорил о том, что он был в здравом уме при его составлении. Вы разговаривали с доктором утром в день инцидента? Да. Он попросил привести результаты его обследования сосудов. Вы опять врете. Почему он звонил вам, а не Кумачеву? Вы приказали ему испортить стимулятор, не так ли? Господи, да нет. Хватит отпираться! У нас есть сведения, что вы причастны к смерти вашего первого мужа, Геннадия. Вот это неправда. Это неправда! Я адвокат Инна Хоменко. Хочу поговорить с ней наедине. Я каждого, богат Инна Хоменко. Добро пожаловать. Давно не виделись. Добро пожаловать в наш канал! Продолжение следует...